Я хочу, чтобы убрали этот завод. Жильцы в микрорайон, согласны этому? Отвратительный запах для сотен жителей Железнодорожного избирательного округа уже не первый год болезненная тема. Окна в квартирах и частных домах люди стараются не открывать. А недавно горожане стали замечать в своих подвалах крыс. Виновниками зловония и антисанитарных условий возмущенные называют новое предприятие по дублению и выделке кожи. СТО Казлидер Мех. Я в этом микрорайоне живу 30 лет. За 30 лет, вот это 4 года, я нюхаю вот эту шкуру. Она мне даром не нужна. У меня внуков нет, у людей внуки есть. Как должны дышать? Где наша экология смотрит? Для чего мы деньги платим? Люди утверждают, что непригодный для выделки материал производственники не утилизируют. Кожа животных разлагается под открытым небом, что не только отравляет воздух, но и грозит вспышкой заболеваний. На помощь в борьбе с бизнесменом жители позвали народного избранника. У нас сейчас санкт-пестанции как такого нет, есть общая защита потребителей. Выезжали на место, брали пробы, оштрафовали их на 20 расчетных показателей. Там зам мусор, когда жара пошла, они, может, там два года не работали. Сейчас все работы, запах стоит и жалуются все жители района. Что делать, я не знаю, какие меры принимать. Напомним, в ходе ознакомительной поездки в мае на предприятии побывал Аким города Кайрат-Нукенов. Тогда речь шла не о запахе, а о грядущем производстве обуви и одежды из кожи, рабочих местах и доходе в бюджет. Потому о закрытии компании речи идти не может, заявил депутат. Но предложил официально обратиться к городоначальнику Экибастуза. Ведь запах гнили порой распространяется вплоть до вокзала, что портит и репутацию города. Сейчас люди готовят коллективное письмо. Продолжение следует...